МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А так само поназирали, як во умовах пандемии працуе жилёво-коммунальная господарка. Марина Джалая с подробностями. Каб опрануть супрочумный костюм, потребна хвилин 10-15. Спочатку комбинезон, затем бахилы. Тело повинно быть оборонено до миллиметра. У такой амуниции медицинские дезинфекторы отправятся в дом, где одного зжехароу подтвердили коронавирус. Его уже отвезли в больницу. Зараз треба опрацовать подъезд и кватеру хворога специальным раствором. Усяго такую работу проводить три бригады. У склад кожной, з яких у выходить по три человеки. На один отшаг один супрочумный костюм. Далее его треба утилізовать. Сразу выезжаем, если квартира, многоэтажный дом. Мы подъезжаем к подъезду, начинаем обработку с входной двери. Сразу обрабатываем входную дверь, потом заходим в подъезд, обрабатываем все перед собой, передвижение до самой квартиры. Обрабатываем лестницу, перилы, стены, двери, лестничные пролеты, площадки. И доходим до квартиры. В квартиры обрабатываем входную дверь, заходим в квартиру и проходим по квартире, все полностью обрабатывая. А працовка домовладанья – не один и не керунок работы эпидемиологов подчас пандемии. В любой организации создан запас дезсредств, антисептиков для обработки рук. То есть мы проводим проверки торговых объектов, детских учреждений. Обращается особое внимание на социальное дистанцирование. То есть это разрывы полтора-два метра. И когда в квартиру дезинфекторы приходят только тогда, когда там был хворый, то подъезды антисептикам опрацовывают что день. Это занимаются работники по комплексному обслугованию сбудованию. В Ользе Казуновой за день треба дезинфицировать 14 подъездов. Справиться с каждым отримавливается, прикладно, за полгодины. Мы проводим дезинфекцию перила, с верхних этажей обрабатываем, почтовые ящики, ручки. Первые этажи полностью мы делаем просто влажную уборку, тоже с добавлением дезинфицированного средства полностью обрабатываем первый этаж, кнопки домофона, ручки входные. Людей на ветковских улицах вельми мало. Дождливый будний день и рекомендации без необходности не выходить с дому робят свою справу. А ляхутка потеплее, почнутся каникулы, детям тяжко, будя у весь час находится у четырех стенах. Для того, как гулять было больше беспечно, специалисты раз у два дни опрацовывают дезинфикующим раствором и детячей опляцовки. Скоро каникулы, где-то проводить время, чтобы не постоянно они находились в домашних условиях. Поэтому обрабатываются детские площадки для их безопасности. И опошний пункт подороже повецы – поликлиника. На увоходе, как и в гомельских медустановах, фильтр. Без вымирения температуры и опрацовки рук внутренне пропустили навод нашу сдымочную группу. При входе в поликлинику каждому пациенту мы измеряем температуру, обрабатываем руки антисептиком. Для пациентов, которые не имеют с собой перчаток или масок, у нас есть маски и перчатки. То есть вы это выдаёте бесплатно? Да, бесплатно. И скажите, вы ещё фиксируете всех пациентов в журнале, да? Фамилии, имя, отчество и температуру, которую мы зарегистрировали. За день в поликлинику звертается каля пау тысячи человек. Это разом с выкликами на дом. Особисты приходят каля половы. Каля у пациента температура повышенная, его образ особный увоход с улицы отправляет в специальный кабинет. За день коронавирусную инфекцию выявляет у от трех до восьми же хоров. При подозрении на захворывание пациентам робит экспресс-тест. Каля он подтверждает наявность пневмонии, то для кончаткового диагнозу проводит анализ методом ПЦР. Его выника нужно ждать не больше 2-3 дней. Пациенты, которые у нас проходят кабинет для температурящих пациентов, доктор там их осматривает, измеряет повторную температуру, уточняет анамнез этого пациента, проводит врачебный осмотр. В случае, если есть какие-то подозрения на коронавирусную инфекцию, через выделенную специально зону пациент провожается в лабораторию и в рентген-кабинет, где выполняются ему исследования. Также есть возможность исследования экспресс-тестом, если у нас есть подозрения на пневмонию данного пациента. Если экспресс-тестом пневмония подтверждается, и пациент у нас имеет коронавирусную инфекцию, то эти пациенты у нас переводятся в организации города Гомеля. Это либо инфекционная больница, либо кожевый диспансер, либо же противотуберкулезная больница. По оценке белорусских эпидемиологов, сейчас по захворюмой стены на коронавирус, края вышла на плато. С начала червяня ждет ее снижение. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадио компании «Гомель» – «Зветки». Гомельская областная инфекционная больница проводит колоссальную работу по лишению хворых на коронавирус. У этого нелегкие для края период, супрационники больницы зауседы окружены клопотом необояковых людей. Черговая акция Гомельской областной организации «Червоного крыжа» тому подтверждение. Партнерство «Червоного крыжа» и необояковых людей из всей краины – уродливая хлеба для добрых справ. При поддержке компании «Кока-Кола» областное отделение организации передало Гомельской областной инфекционной больнице 800 литров пятной воды. Продприемство активно поддерживает медицинские установы по всей краине. Мы хотим точечно оказать содействие и помощь в Минске и регионах Беларуси. На данный момент раздано более 10 тысяч литров воды медработникам, участвующим в борьбе с пандемией. Для персонала больницы подтримка заусюду актуальная. А коли на дворе и потеплее, запас пятной воды будет особливо запотрабованным. Сейчас прохладно на улице, но скоро будет лето, скоро будет жарко и потребность в жидкости, в воде, конечно же, будет увеличиваться. Средства защиты не позволяют во время работы принимать жидкость, поэтому это будет только после выхода из грязной зоны. С самого початку распаусюдживания инфекции Гомельское областное отделение червоного крыжа, сотейничая боротьбе с COVID-19. Медики усеи в области отшувают их клопот. Спектр допомоги, якую оказывает организация, саправды широкий и уключая розные виды работ. Это и работа с волонтерами, которые непосредственно сегодня участвуют, оказывают помощь пожилым людям, инвалидам, людям, которые находятся на самоизоляции, в доставке продуктов питания, в доставке медикаментов, в доставке рецептов, для того, чтобы они все-таки находились дома и берегли свое здоровье. С допомогой надейных собров «Червоный крыж» будет работать усе махчимы, а как герои в белых халатах ведали. Громадство их ценит. Миколай Скинсиян, Андрей Иванов, телерадо и компания «Гомель». Антивирус-2020. В Беларуси стартовал международный конкурс по створению сродков индивидуальной обороны от вирусных инфекций. Его организаторы – унитарное предприемство «Белпатентсервис» и Белорусское товарыство вынаходников и рационализаторов. Удельникам конкурсу пропонуют створить свой вариант шматразовые маски с подручных материалов и до 5-го червяня заполнить заявку на сайте «Белпатентсервис.бай». Архкомитет подкресливает, что у інших краинах у основным патентуют звычайные промовугольные маски с розными укладышами, які могут смешать биофармацевтичные препараты. Тому конкурс може стать доброй подставой для творчасти. Пераможцу бесплатно оформять заявку на регистрацию техничного рашения, а так само допомогуть подать ее ведомство для отримания международного праоритета. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о протягу термину деяния широких документов и доведок, выдаденных физичным и юридичным особам, а так само индивидуальным предпринимателям. Таким чином документы, термин деяния, яких заканчиваются вперед с 30-го красовика по 31 липень 2020 года, будут соправданными еще три месяца. Например, если термин деяния доведки завершается 15 мая, то автоматично он будет протягнут до 15-го дня этого года. Перелик документов затверждены Советом Министров. В серотах, например, пашпорт обо посвящении беженца, посвящение водителя, медицинская доведка об стане здоровья, складе семьи и мессы жихарства, посвящение инвалида и многие иншие. Такая мера дозволит скоротить колькость наведывания удерж органов подчас к ладанной эпидемичной ситуации и снизить администрационную нагрузку на громадян и субъекты господарания. В той же час жадающие могут звернуться за выдавшей документов к возвышенным парадку. Важнейший объект инфраструктуры Гомеля. В Новобелецком районе протягивается реконструкция бассейна специализованной детяш-юнацкой спортивной школы Олимпийского резерва номер 7. Увести объект о эксплуатацию планует летом. Спортивный комплекс на улице Ленинградской был побудован в 1978 году. Тут начинал свой спортивный шлях чемпион Европы, удельник двух Олимпиад Ялген Цуркин. За 40 год эксплуатации инконструкционные элементы бассейна значно потерпели. Знос выявила инспекция в 2018 году. Худка было принято решение об реконструкции. Бассейн с душар номер 7 – важный объект инфраструктуры не только при подрыхтовце спортивного резерву. Крыстается попытом я он у Гомельчан. У вынику реконструкции город отримает сучасный спорт-объект. Капитальный ремонт именно бассейна, замены перекрытия, замены плитки чаши бассейна, замены вентиляции. Мы на выходе получим объект, который соответствует отличным требованиям не только санитарных норм, но и качества предоставления услуг. Реконструкцией занимаются специалисты Гомель-Прамбуда. Зараз завершают демонтажные работы и заменяют здаховые перекрытия. На наступном тыдне почнуть отделочные и сантехничные работы. Открытие бассейна призначено на первое жнивня. Сроки не пугают людей хватает. Сейчас на данный момент 36 человек работают на демонтаже и на остальных работах. Со следующей недели опять увеличивается. Когда пойдут отделочные работы, здесь будет порядка 80 человек. Дорога в Гомеле летом завершить реконструкцию еще одного значного спорт-объекта – учебно-тренировочной базы областного училища Олимпийского резерву по улице Портовой. Тут открытие заплановано на початок липеня. Максим Савин, Андрей Иванов, телерадио, компания «Гомель». Завтра у Беларуси завершается акция «Чистый водоем», якая проводилась по инициативе Республиканского Товариства поляунищих и рыболовов. На протягу тыдня ее удельники очищали прибрежные зоны водоемов. Акция проводится с 2014 года. Все это уделу ее приняли и наши корреспонденты. Протягнение уваги до проблемы забруживания новокольного сяродя, проведение упорядок прибрежной зоны водоемов и экологичное выхование насельництва. У акции «Чистый водоем» – некольки задач. И тяжко сказать, какая из них больше важная. Проводится акция «Семый год запор» и за все доорганизаторы запрашают принять удел ее у всех необъяковых достану новокольного сяродя. Коли мерковать по выниках селетнего мероприемства, шмат хтоя шелишить нормальным покидать сметя на природе после так званого активного отпочинку. Мусор не сам по себе появляется на берегах наших водоемов и рек. Это его приносят с собой, привозят на автомобилях к отдыхающим. К сожалению, еще остаются такие факты, что мусор после своего отдыха либо отхода они не убирают, не складируют с собой, увозят в установленное место, утилизируют, а бросают в кусты и просто оставляют там, где он и лежит. Очередные отдыхающие, те, кто потом захочет здесь на этом месте отдохнуть, соответственно, вынуждены либо убрать данное место, либо искать новое очищенное. Подадзены белорусского товарыства палеоничных и рыболовов объемы сметия, кое сбирается за одного километра береговой линии, сменьшается кожный год. За три опошние годы ГТА лишь бы знизилась амальна чверть. А усяго кожный год супрасовники товарыства разом с іншими удельниками приводят у парадок каля одной тысячи километров береговой линии водоемов. Правда, в связи с эпидемичной ситуацией селета у делу акции на Гомельшине был не таким массовым, як летось. Где-то такие знаковые водоемы мы уже очистили. В основном на знаковых водоемах его на самом деле меньше. Ну и уже вот в более таких местах, более диких, то есть более такой старый мусор, вот на примере вот этого всего мусора, он находится, он лежит, и мы его собираем. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадио «Компания Гомель». Экологичная безопасность в сучасной державе станет ключевой темой завошенной международной конференции в Гомельском университете имя Франциска Скарыны. На форуме, который отбудется с 4 и 5 червяня, подали заявки больше за 150 человек из Беларуси, России, Украины и Узбекистана. Организаторы означают, что суместная праца специалистов разных профилей в попытаниях экологии дозволить назапашить якомога больше информации об стане новокольного сяродя. Материалы конференции опубликуются электронным сборнику. Ровный навучай ровного. Такий формат профилактики укороняются работу супрационники Гомельского областного управления МНС. Варетовальники суместно с продавцами запустили новый проект «Беспешная рассада». Перед стартом продажи у варетовальники областного центра познашали лотки с рассадой наклейками о правилах пожарной безпеки, а так само раздали тематичные брошюры. Продавцы с задовольнением долушились до профилактического мероприемства. Дашники – их метовая аудитория. Окупляющую такую беспешную рассаду, любые наводвельмы заняты человек обовязково вспомнить о правилах беспешных поводинов. Я решила присоединиться к акции «Беспешная рассада», так как хочу донести своим покупателям о том, как нужно бережно обращаться с огнем на дачных участках, чтобы они об этом не забывали. Акцию в таком формате варетовальники Гомельшины запустили першими Украине. Подобного никто в Беларуси еще не проводил. До профилактики долучатся у все районы в области. Тысячи сажен со узнаклеенными на стаканы попережениями об пожарной небоспеции разъедутся по нашим регионе. Продавцы реализуют свою продукцию и рассказывают гражданам о правильном и безопасном поведении, как на своих приусадебных участках, а также своих домовладениях. И, конечно же, такой проект новый, впервые созданный, даст свои плоды, потому что именно такая профилактика порой и нужна нашим дачникам, а также людям, живущим в частных домовладениях. Акцент у этой инициативы зарабили на особистый контакт продавца и покупника. Супрацовники МНС будут регулярно забеспешивать профилактичной продукцией своих партнеров. Аутодорога М5 под узмоцененным контролем ДАИ. Держа аутоинспекция Гомельской области на гетых выходных проводит массированную отпрацовку трассы М5 Гомель-Минск. На рады ДПС выставлены наибольша вары на небеспечных местах. Особливую увагу инспекторы звертают на порушение водителями правилам обгону и худкостных режимов. Дарай, что из-за неустолевого надворья, да и рекомендую всем удельникам дорожного руху быть особливо пильными. Водители повинны выконовать худкостный режим, заховывать беспешную дистанцию и боковый интервал. А при выпадении падка уключать близкое светлофар и избегать резких маневров. Пешеходам пересекать проездную шастку можно только в специально отведенных местах. А в темный шаст суток необходимо использовать фликеры. Память об классиках белорусской литературы бирожливо заховывается прозгады. Мурал Звыява Ивана Мележа заявился у Мазыры по улице Ленинская, 22. Место для граффити выбрали не выпадково. На супертеатре, а кино сетями народного письменника. Под портретом литератора размешана одна из его цитат. Мова – это великий народный скарб. Эта работа предполагалась, видите, тут окна, как будто Мележ среди нас, как будто он такой же человек, житель нашего Мозыря. Ну и такая идея основная была. Отдел архитектуры и будовництва Мазырского района Канкама разглядывает пытания об тем, как бы явы знакомитых людей возникли на инших будинках города. В планах увековечить память героя Советского Союза, урадженца Мазырского района Михаила Котлауца. Невядомый Ван Гог. Нарышце у Гомельчана гостей города заявилась омогчимость убачить творы, вядомого во всем свете Мастака. Конечно, размовы идти не про оригиналы шедевров, которые каштуют миллионы долларов, а про якостные лижбовые репродукции. Новую экспозицию в картинной галереи Гаури Лавашенке наведала Ганна Корольчук. За свое житие Ван Гог написал больше за 2000 творов, 930 картин и 1100 малюнков и эскизов. При житии Мастака яны шиновались мало, а сегодня узначаливают списы самых дорогих шедевров живопису. Публицы, знаемые, только самые знакомитые – косачи, слонечники и вядомая жзорная ночь. На даденой выставе представлены як знакомитые сюжеты маэстра, так и маловядомые, але не менш цикавые картины. По их можно просочить увесь творчий шлях Ван Гога. Усе копии выкананы у техницы жикле. Гэта такая личбовая репродукция, друкованная копия, якая передае усе нюансы, колеру, фактуру и характер мазка. У адрознене от копий, які робят мастаки аллеян, гэта не имитация шедевра, а факсимильное узнавление оригинала. Выявы заховывают навы такие уникальные особливости полотна, як кракелюр, або волосинки, які выпали з пензля мастака. Коле 70 работ супроводжаются описанием сюжета у их истории створения кожной картины. Наприклад, на ведвальнике доведаются, чему мастак покалечу себе, и на воштадлюстровую начисченный обуток або кресла своего сябра поля Гайена. Любой посетитель, профессионал и просто любитель искусства может прийти и ознакомиться сам лично, либо с помощью экскурсовода со всеми экспонатами выставки. В нашей галерее проходит очень много ярких и необычных проектов, проектов с такими известными именами, как Пабло Пикассо, как Анри Матис, как Тулус Латрек. И вот в этом году мы привезли и подготовили проект «Неизвестный Ван Гог». Поэтому каждый посетитель нашей выставки сможет выложить в социальных сетях замечательную фотографию с текстом «Водил меня Серега на выставку Ван Гога». Эта выстава ранее экспонавалась в Москве, Санкт-Петербургу и Минску. Познайомиться с творчостью знакомитого голландского мастака у Гомеле можно до 14 червяня. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, Телерадио-компания «Гомель». Это и другие новинные информации о проектах Телерадио-компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу. www.tv.gomel.by На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи в эфире.